вот эта система работала у нас в советское время работала плохо но существовали стандарты по высоте саженца там стандарты были помню я что-то метр это первый сорт или стандарт номер один там или как-то второй восемь сантиметров нет надо доращивать вот чего-то производили вот ну что попроще помните еще стелющиеся санта много чего было интересно много уделялось внимание смородине крыжовнику кустарником вот продавали я прекрасно помню то что легче давалось жимолос легко давалось сальняк у меня есть сальняк для меня вот потом что еще рябина ирга боярышник вот шиповник ну что попроще а из древовидных понятно с абрикосами вообще труба была это понятно дальний восток казмин гений заглохло сами понимаете Сибирь значит тоже самое заглохло вот Байкалова нет Боднера нет Уралова Тинкова нет очень много чего нет а вот эти классики академики заслуженные вот они как-то ограничивали себя ну яблони например 20 сортов 30 сортов 40 сортов для меня они как есть допустим классика да вот а дальше как угодно друг друга скрещивай получишь это ну что-то такое наверное уже в пределах в этих потому что стоило захотеть 400 грамм на эти самые ну несколько поколений знаете в чем хитрость у многих они эти качества скрытые зажатые они где-то там есть в геноме но они какие-то гены рецессивные они рядом это не генетика нет если генетика это все железобетон вот такое только такое а я вот раз посадил на дичку взял ветку сосевщика опять на дичку а лучше 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 невероятно а потом бах эти самые флотоновки да еще с розового вот такие вот эти 500 граммов эти 500 граммов эти 600 граммов вот эти качества были скрытые а попробуйте их с помощью вот такие вот вырастить после того когда вы семечко вырастите цифра новости одна из двух с половиной тысяч и будет новый сорт одна из двух с половиной тысяч вот она и вырастет а остальные это куда а вот куда ясно куда и так особенно когда упала наступила нищета вот и тогда все академики не и ГСУ начали проработать не на руку а на продажу саживаться ну вы сами понимаете помните как распорядись вот здесь все на колонны расползлись по стране всю страну накормили все на колонны да действительно смотришь нет отличить легко точно колонны а по двое кто а она замерзает а по двое кто а она замерзает и можно даже на расстоянии по двое а где же его взять то ну наличку привешу нету колонны вот так и помалечку помалечку теперь смотрите вот эта вот схема работала многие десятилетия так вот теперь я предлагаю что академия принимаем студента берем его на работу по степенью назовем его степенью назовем просто зарплаты так далее участок с этого момента он захочет он не выходя никуда не уходя он может быть в академии чистится это может быть учебное заведение там это может быть в любом крупном городе они есть там делается отделение допустим садоводство именно садоводство уже и просто агронома там широкий профиль а потом мордой тысячи что у меня 6 изобретений травы так уж она это сама помогла нам с этим с плодами ворачивая траву и вот получается учебное заведение тут же рядом научный институт тут же рядом государство получает студент и он на всю жизнь или он получил диплом уходит куда угодно может быть на другой день работать в милиции или там это или к товароведам диплом если ладно значит не дурак но останется с этого момента все это начинает работать работать но на кого работать внимание на дачные сады и вот тут окажется ребят видите выделяем дачные сады агротехника для дачных садов эти самые посадочный материал для дачных садов только дачники мы можем вернуть стране все для меня это был шок дичайший извините это уже не лекция китай я же не могу отказаться от того что это если человек живет 4 километра китай все знает или если у меня переписка с женщиной из монголии китай закупает огромные пока пока еще они были сейчас ничего этого нет все деградировало на дальнем востоке были прекрасные даже абрикосы были прекрасно все закупала тысячи тысячи садов привозили в китай раздавали людям у вас будут сады у вас не будут сыпаться зубы абрикосы это от рака это профилактика просто раздавали не так а тогда китай был не такой богатый как сейчас мы тогда и сейчас 10 раз барачки да только у нас за это удается при этом представьте плодопитомники работают на дачников ну хорошо не бесплатно то что по 200 300 500 рублей ну бывает и по 1000 и по 8000 помните эти физические питомники по 8000 в питере продают кстати не очень качестве я вам сказал но лучше наших вот а здесь получается что там варят бе монголия а вот вы садите а вот вы берете субсидию а вот вы показали что у вас сад есть и в субсидии вам прощаем практически то же самое только ответственности больше ну а мы куда идем сейчас нужно одно из направлений нам приоритироваться плодопитомники ничего нам уже никогда не дадут понимаете они должны бы дать вот но как бы это объяснить то вы знаете что такое даём ли тут а дальше он никогда свое не забудет и погубит плодопитомника остается тоже соблазн куплю продам куплю продам и для видео чего-нибудь выращивание помните сколько их разоблачу еще разоблачу а 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 Субтитры создавал DimaTorzok